Друзья, меня зовут Надежда Санникова. У нас сегодня презентация бизнеса. Будем говорить про деньги, про возможности, про путешествия. Я сегодня хочу с вами познакомиться, немножко рассказать о себе, рассказать о том, как можно зарабатывать в партнерстве с компанией Reflame. Три года назад я пришла в этот бизнес. Будучи мамочкой в декрете, младшему сыну было 5 месяцев, старшему 4 года. До компании Reflame я сотрудник банковской сферы. 10 лет отработала в разных банках. Последние два года трудилась в Газпромбанке в главной должности. Пришла я сюда осознанно, потому что менялись банки, менялись кресла, но при этом потолок по доходам он всегда был. Именно в декретном отпуске я была открыта новым возможностям и начала рассматривать дополнительные возможности, как можно работать на себя, как можно зарабатывать, кроме как на наемной работе. И будем сегодня с вами, конечно же, обсуждать варианты бизнеса. Друзья, какие варианты бизнеса есть? Традиционный бизнес. У меня немножко даже опыт здесь был. Я поработала на себя, поработала индивидуальным предпринимателем, торговала в женской одежде в интернете. Это еще был опыт у меня до компании Reflame. Что нужно, чтобы организовать традиционный бизнес? Нужны деньги и нужна идея. Согласны? Идея нужна. У меня до этого, в общем-то, бизнеса, дорога довела меня, наверное, семейные корни. Мама у меня с 92 года, индивидуальный предприниматель и работала в традиционном бизнесе. Работала на себя, только в другом городе. Торговала. У нее были отделы. Здесь, конечно же, риск в том, что никто не отвечает за ту идею, которую ты, в общем-то, хочешь реализовать. Здесь риски однозначно и очень большие. И мой бизнес стал, когда мои торговые точки в интернете заблокировали администратора. То есть бизнес в один день встал. Остатков на полмиллиона. И вот здесь тогда, таки я поняла, что бизнес ты имеешь или он тебя, в общем-то, сложно сказать. Есть вариант купить франшизу. Знаете такой вариант? Купить франшизу. Это готовый бизнес. Здесь уже идея есть. Здесь нужны только деньги. Только деньги. Причем деньги очень большие. Но риски и здесь есть. Я знаю очень много случаев, когда бизнесмены покупают франшизу готовую, но в нашем городе, к примеру, или в другом городе этот бизнес не принимается. То есть все зависит, конечно, от рынка, от менталитета и так далее. То есть риски и здесь есть. Либо есть возможность прийти в бизнес. МЛМ. Сетевой бизнес. Здесь рисков нет, потому что вложения. Здесь идеи есть. Здесь бизнес-система есть. Но вложения здесь минимальные. Как правило, они сводятся к нулю. То есть в любой сетевой бизнес, придя, можно заключить контракт и при этом не вкладывая ничего. Можно быть просто лояльным потребителем. Можно развивать бизнес с готовой бизнес-системой. Рисков здесь абсолютно никаких нет. Я хотела бы вас сегодня познакомить именно с системой бизнеса, с системой бизнеса МЛМ. Как вы считаете, что нужно основное для того, чтобы бизнес развивать? Что интересует бизнесмена? Интересует товарооборот. И чем больше количество людей будет покупать продукцию, либо услуги, то есть товарооборот, где-то людооборот. Недавно я такое понятие услышала, когда, к примеру, фитнес-центр, либо где-то люди приходят, получают определенные услуги. Что интересует бизнесмена? Количество людей, которые будут приходить. Я в банке работала. Банк интересует кредитный портфель. Чем больше количество людей пришли, взяли кредиты, тем лучше банку. Согласны? Здесь в традиционном бизнесе, как правило, либо производство, либо продажи. Чем больше количество продуктов продал, продукции продал, тем больше бизнесмен заработал. В франшизе то же самое интересует, как правило, это товарооборот. И в сетевом бизнесе тоже не исключение. И сейчас до сих пор многие интересуются, почему я пришла именно в компанию Reflame. Для меня было очень важно, что компания 50 лет. Как бы многие не говорили, что старая древняя компания, все уже ее знают, вот в этом и самый смак. Что не надо мне, если человеку рассказывать тебе и тебе, что есть компания Reflame. Она сама себя уже продала. Она 50 лет на рынке в мире и 20 лет на рынке России. Безусловно, эта компания проверена временем и не одним кризисом даже проверена в России. Потому что все вы знаете, у нас череда роста и падения, как в экономике, так собственно и в каких-то других секторах. Конечно же, компания сейчас международная и мы можем с вами развивать бизнес более чем в 60 странах мира. Более. То есть наш бизнес вышел сейчас за пределы возможного, за пределы своего округа, города. Мы можем развивать бизнес в городах и странах. У меня, к примеру, партнеры есть в Беларуси, в Казахстане, на Украине, в Молдовии. И, собственно, ваш бизнес выходит за пределы, потому что есть сейчас интернет и есть сейчас интернет-магазин. Это очень большой плюс. Конечно же, сама компания на сегодняшний день, производитель, для меня это важно, имеет шесть собственных заводов, два научно-исследовательских центра, собственные лаборатории. Это большой факт гордости, что компания не где-то покупает, как посредник и продает, как многие сетевые компании, сразу вам говорю. А компания, которая отвечает за свой продукт, потому что весь продукт на компании Арифлейм, он сертифицированный. Продукт. Уникальность нашего продукта заключается в том, что он первой необходимости. Ассортимент компании более чем 1500 наименований. То есть мне не надо объяснять людям, зачем пользоваться продуктом компании Арифлейм. Мы ежедневно это делаем. Мылись, моемся и будем мыться. Плюс, конечно же, здесь цена. Цена у нас в рынке. У нас есть продукт масс-маркет, есть более дорогой продукт. И плюс в том, что сейчас вообще в России новый тренд. Многие сейчас хотят быть не только красивыми, но и здоровыми. У нас есть высокотехнологичные продукты. Это продукция Wellness и серия по уходу за лицом на Wage. И все это под качеством GMP. То есть это наивысший стандарт качества во всем мире. И наша продукция им обладает. Вот почему Арифлейм. У нас есть 33 факта гордости. На самом деле их намного больше. Но это основные, которые я бы вам хотела сказать сейчас на презентации. Компания Арифлейм дает возможность сотрудничества абсолютно с каждым человеком. У нас два основных варианта сотрудничества. Это бизнес и дисконт. Дисконтные покупатели, дисконтные покупатели, они также создают товарооборот для вашего, вашего, вашей организации, вашего интернет-магазина. Дисконтные покупатели скидка у всех от 20 процентов. В дни распродаж доходит до 85. Кстати говоря, сегодня и вчера, и пятница, показала, как товарообороты только за счет лояльных потребителей вырастают в десятки, в сотни, в тысячи раз. Наш продукт любят, наш продукт знают, им очень многие пользуются. То есть вот эта категория занимает 70 процентов товарооборота предпринимателя компании Арифлейм. 70 процентов товарооборота вашего интернет-магазина, вашей организации будут именно лояльные потребители. Но фундамент нашего бизнеса – это бизнес-партнеры. Бизнес-партнеры – это те, кто приходит сюда зарабатывать, создавать эти организации, создавать свои партнерско-потребительские сети. То есть мы приходим сюда для того, чтобы приглашать в компанию Арифлейм не только людей, которые хотят зарабатывать, путешествовать, ну и, конечно же, лояльных потребителей. И первые, и вторые создают товарооборот вашей организации. Если лояльные потребители покупают в любые продукты, в любом месте, сами забирают, сами доставляют, то есть это не наша головная боль, это организовала все компания Арифлейм. Начиная от производства продукции, заканчивая доставкой конечному потребителю. Логистика, инфраструктура, промо, различные акции, подарки – это все уже головная боль компания Арифлейм. Бухгалтерия, работа с предпринимателями. Наша задача, наша задача, конечно же, как бизнес-партнеров создать эту организацию, создать эту сеть. Что делают бизнес-партнеры? Если лояльные покупатели покупают на разные суммы, то бизнес-партнеры, чтобы получать товарооборот от всей организации, должны научиться создавать свой личный товарооборот на 6 тысяч рублей. Это задача предпринимателя. организовать свой личный товарооборот. Это обязательный слой получения дохода в нашей компании. Бизнес-партнеры приходят зарабатывать разные деньги. Я хочу спросить у вас, какие вас деньги интересуют? На какой доход бы вы хотели прийти в компанию Арифлейм? 20, 30, 50, 100. Вот это средняя сумма, я сама сюда пришла на сотку. Я когда работала в Газпромбанке, у меня доход был 50. Моя задача была увеличить его в два раза. Средний доход у меня был. С учетом кварталок 13, разных премий я получала примерно 50. Доход в сотку можно получить примерно за год работы в компании Арифлейм. И сегодня я вам покажу, как прийти, что надо делать, чтобы, имея бизнес-систему в руках компании Арифлейм, зарабатывать 10, 20, 30, 50, 100 и более тысяч рублей. Мы приглашаем в компанию Арифлейм на квалификацию директора. Здесь есть, как в любой организации, лестница успеха. Сначала мы становимся консультантами, менеджерами, директорами, так и в любой организации. Приходим мы на квалификацию специалиста, к примеру, я в банке, потом ведущий, потом главный, потом начальник отдела, генеральный и так далее, и так далее. Кто такой директор? Конечно же вспоминаем про товарооборот. Организует товарооборот на 250-300 тысяч рублей. То есть задача предпринимателя организовать товарооборот на 250-300 тысяч рублей. Как? Ну мы с вами помним, да? Путем создание партнерской потребительской сети. Более стабильный товарооборот, более, знаете, наверное, растущий, когда в вашей организации, в директорской будут большое количество предпринимателей, тех людей, которые развивать хотят свои сети. Поэтому мы сейчас построим более надежную структуру. Наша задача найти в своем окружении 6 человек, которым нужны деньги. Есть? В окружении 6 человек. Которым деньги нужны. Которым деньги нужны. Ну как ты думаешь? Если сейчас я спрошу в окружении в своем, кому нужна пена для бритья, ну в лучшем случае, которые там 1-2 человека из 100 ответят, кто давно не брился. Если я спрошу сейчас у 100 человек, кому нужны деньги, как считаете? Деньги нужны всем. Я не знаю, это, наверное, совсем какие-то люди космические, которые питаются космической энергией, да, им не нужны деньги. Деньги нужны всем. Моя задача показать моим 6-ю знакомым и незнакомым, потому что мы работаем сейчас в интернете, как здесь зарабатывать. Задача каждого партнера, конечно же, каждого партнера найти в своем окружении 6 человек, которым нужны деньги. Вспоминаем про обязательные условия получения дохода 6 тысяч рублей. Задача каждого организовать, да, свой личный товарооборот. Как организовать это мы все, конечно же, обсудим. Итак, и таким образом структура выстраивается у нас уже. Я пригласила 6, каждый из них пригласил еще по 6. Так, у вас уже будет во второй, в третьей линии. Еще плюс у каждого, да, совместно 36 человек дают вам структуру 43 партнера, которые организовали каждый свой личный товарооборот на 6 тысяч рублей. Структура общая дает вам товарооборот на 258 тысяч рублей. Вспоминаем, да, квалификация директора, партнера компании, кто уже получает эту квалификацию, создает товарооборот 250-300 тысяч рублей. Полгода, полгода для компании Reflame создаете такой товарооборот в вашей организации, получаете квалификацию, получаете 2 пригласительных в Москву на банкет директоров, банкет директоров, получаете 1000 долларов. Сейчас у нас примерно до августа еще компания Reflame в честь 50-летия компании разово дает еще 50 тысяч рублей. У вас будет такая возможность эту премию получить. А также автобонус. Вот с уровня директора только в нашей компании вы можете получить уже Skoda Rapid с автосалона «Новый автомобиль». Не хотите Skoda Rapid? Вы можете получать до 10 тысяч рублей каждые три недели. Это премия. Я получала эту премию. Я купила себе жука, помню, на несколько премий от компании и получала 10 тысяч рублей за каждые три недели. У нас в компании Reflame получается каталожный период, отчетный период, как и для предпринимателя, три недели. Соответственно, доход от премии будет порядка 14 тысяч рублей в месяц. Вот на этом уровне, на этом уровне доход предпринимателя 43 тысячи рублей за три недели. Вот если структура будет построена вот именно таким образом. В месяц это будет 61 тысяча рублей. Я рассказываю свой опыт. У меня получилось именно так. За 6 месяцев я открыла квалификацию директора. Можно больше, можно быстрее, можно дольше. Тут все индивидуально, все зависит от вашего опыта, с которым вы пришли сюда в компанию Reflame, от вашего желания и от ежедневных действий. Я считаю, что за 12 месяцев в своем темпе, в среднем темпе можно открыть квалификацию директора. Если работать ежедневно, примерно 200 дней. Не так вот, чтобы, например, неделю работаю, неделю не работаю, а именно 200 ежедневно повторяемых действий. Тогда это придет данной квалификации. Это, знаете, это первый этап развития этого бизнеса. Все начинается намного интереснее. Если вы начинаете думать не про себя, а вы начинаете своих партнеров доводить до квалификации. Задача не просто самому стать директором компании Reflame. Это основная первая задача каждого предпринимателя. Задача, чтобы ваши партнеры открыли квалификации, ну, естественно, и закрыли квалификации директоров. Вы же не просто пригласили своих партнеров, чтобы они потусили. Вы хотите, чтобы ваши партнеры зарабатывали от 40 тысяч рублей. Хотите? Хотите. Вот задача, чтобы ваши партнеры организовали свои команды, свои структуры, свои организации. Потому что дальше уже маркетинг-план успеха, лестница успеха компании Reflame будет развиваться от количества директоров вашей первой линии, вашей организации. К примеру, первый партнер, который закрыл квалификацию директора, дает вам звание старшего директора компании Reflame и полторы тысячи долларов премию. Второй партнер, который повторил ваш путь, прошел, дает вам квалификацию золотого директора, 2000 долларов и уже золотая конференция, золотая конференция за границей за счет компании. В прошлом году я была на Кипре плюс Сочи, в этом году это был круиз по Средиземному морю, и я уже была не одна, я уже была со своими золотыми директорами. Маму свою взяла на этот круиз, мама первый раз побывала уже за границей, и это не только один город, как, к примеру, в прошлом году, это уже несколько стран, это уже абсолютно другой уровень. Дальше, конечно же, третий партнер, который прошел ваш путь, в следующем году, кстати, Испания будет у нас, дает вам квалификацию старшего золотого директора, на этом уровне доход примерно 100 тысяч рублей, это вот для тех, кто пришел за доходом в 100 тысяч. Три человека, три партнера, которые развиваются, которые развивают свой бизнес, ширину, глубину, дают вам доход примерно 100 тысяч рублей, но это только начало. У вас есть, конечно же, четвертый друг, товарищ, да, который идет, дает вам квалификацию сапфирового директора, и следующая ваша квалификация, следующее ваше звание зависит от двух партнеров, которые делают свою квалификацию. Это квалификация бриллиантового директора, 6 тысяч долларов разовая премия, не забывайте еще про 50 за каждое звание, которое компания Reflame дает сейчас своим партнерам в честь 50-летия компании Reflame. На этом уровне доход от 200 тысяч рублей в месяц, от 200 тысяч рублей в месяц. На этом уровне вы едете еще на бриллиантовую конференцию, на бриллиантовую конференцию за счет компании бесплатно, два лица вам компания оплачивает. В прошлом году, в этом году это было Майами, США, Майами, в следующем это будет Япония, в 19-м году это будет Сидней, это будет Австралия. Здесь же автобонус, автобонус, автомобиль премиум класса от 2 миллионов рублей, ну 2,150, это сумма, которую я получила на покупку автомобиля, я взяла себе Mercedes, но более дорогостоящий, потому что есть возможность улучшить комплектацию и взять автомобиль на ваш вкус, цвет и так далее. Здесь уже есть возможность и жилье сменить, у меня такая возможность появилась, многие из вас знают, что сейчас уже я живу не в квартире, в 60 квадратах, а в собственном доме, в самом элитном районе города Барнаула, Солнечной Поляне. Вот премии, которые вы получаете до уровня бриллиантов 17,5 тысяч долларов, друзья, 17,500 это 1 миллион рублей, то есть вот 6 человек, которых вы доводите до квалификации директора, 6 партнеров вашей организации дают вам премии только 1 миллион рублей, не говоря про ваш постоянно растущий доход, который на уровне бриллианта уже от 200 тысяч. Интересно? Интересно. Друзья, но это только начало. Дальше количество директоров вашей первой линии может только расти и также дает вам еще большее количество премий, еще большее количество путешествий и, конечно же, еще более дорогостоящие автомобили. 8 человек, то есть еще плюс 2 дает вам квалификацию 8 старшего бриллиантового директора и 8 тысяч долларов, плюс еще 2, дважды бриллиантового директора и 10 тысяч долларов и плюс еще 2 новых партнера, которые прошли ваш путь, создали товарооборот своей организации, дают вам квалификацию исполнительного директора 24 тысячи долларов, друзья, это не ошибка, а 24 тысячи долларов, почти миллион в наших деньгах, исполнительную конференцию, исполнительная конференция на 4 лица, то есть не как на бриллиантового уже на 2, а на 4 лица. Исполнительная конференция в самых экзотических элитных странах мира. В следующем году будет Япония, Токио, а исполнительные директора полетят еще в Киото, исполнительную, еще дополнительно на недельку. Вот, и автомобиль уже 3,5 миллиона рублей. Автомобиль может быть любым премиум-классом. Mercedes, Volvo, Volkswagen, Audi, Volvo, то есть любой автомобиль, который действительно может показать статус ваш как драгоценного лидера компании Арифлей. Друзья, дальше количество директоров будет увеличиваться, все зависит от ваших амбиций, от вашего личного рекрутирования. Но это один из способов получения дохода в компании Арифлейм, это построение организации, выращивание новых директоров, выращивание лидеров. Хочется, конечно же, рассказать про глубину нашего бизнеса, про стратегию нашего бизнеса, потому что здесь очень важно, конечно же, расти не только в ширину, но и, конечно же, работать со своей глубиной. Помним, да, мы приглашаем людей, они делают то же самое. Бизнеса набирает обороты и в глубину, да, в глубину и в ширину. Вы должны понимать, почему именно так бизнес строится. Многим кажется, что это пирамида, да. На самом деле, друзья, здесь зарабатывает не тот, кто приходит первым, а кто больше под собой вырастил директоров. То есть, если, к примеру, я пришла, вырастила три человека, то, например, Наташа может вырастить пять. А здесь, например, Лена может вырастить четыре, пять, там, десять, она будет зарабатывать больше. То есть, не надо немножечко с этим сравнивать. Здесь бизнес развивается у каждого лидера индивидуально, по-своему. Компания Арифлейм готова платить вам за шесть поколений директоров в глубину. За вашу первую линию пять процентов, тех людей, которых вы пригласили, они у вас оказались в первой линии. Два процента за директоров второй линии, 0,5 процентов за директоров третьей линии, 0,25 процентов четвертая линия, 0,125 процентов пятая, и 0,0625 это исполнительный бонус за шесть поколений директоров в глубину. Казалось бы, вы совсем маленький процент, но на самом деле он дает очень большие, очень большой пассивный доход, очень большой. Потому что глубина ваша набирает обороты не от ваших уже действий, а глубина начинает набирать обороты от активности ваших партнеров. И помните, если вы пригласили, грубо говоря, вы один, пригласили шесть, каждый по шесть, тридцать шесть, тридцать шесть по шесть, сто семьдесят восемь, по-моему, не помню. В общем, там глубина у вас набирает обороты в глубину быстрыми темпами, то есть это геометрическая прогрессия. И количество директоров вашей уже глубины будет огромным. Я знаю лидера с большой буквы, который пришел там двадцать лет назад, это Владимир Полежаев, топ-один мира, компания Reflame. Так вот у него исполнительный бонус в два раза больше, чем директорский и золотой вместе взятых. Потому что в первой линии у него сорок директоров, сорок человек, а в глубине десять тысяч. Ну, причем эти данные уже давнишние, им уже лет пять. То есть он уже не знает, сколько у него директоров в глубине, потому что этот бизнес, он, понимаете, он как снежный ком. Сначала ты на него работаешь, а потом он начинает на тебя работать. И вот в этом, конечно же, вот в этом и вся идея сетевого бизнеса – это получение пассивного дохода, пассивного дохода даже за людей, которых вы не приглашали. Почему? Вот я хотела вам рассказать про глубинное построение и про глубину, про пассивный доход за шесть человек. Потому что мы сейчас, мы сейчас бизнес строим не как фуласики, регистрируя всех под себя. Мы не боимся отдавать своих людей в глубину, потому что мы будем за них получать. В первую очередь мы регистрируем друг под друга шесть человек. В первой вашей команде, помните, да, что первая команда, вторая команда, третья команда, четвертая команда, пятая, шестая. Фокус у всех бриллиантовый директор. Так вот, шесть человек мы регистрируем друг под друга, начинаем делать вторую структуру, шесть человек. Помните, да, что за шесть директоров вы получаете доход. Включилась, например, Наташа, она делает то же самое. Она регистрирует шесть человек в первую группу, начинает вторую, вы начинаете третью. То есть ваша задача найти в каждой своей команде, в каждой своей команде своих лидеров, своих партнеров. Для начала хотя бы одного, да, хотя бы одного, который будет вас повторять, который будет этот бизнес развивать, даже если вы уйдете. Фокус у каждого в нашем бизнесе не просто стать директором, а, конечно же, найти возможность пригласить шесть человек. Потому что в дальнейшем квалификация ваша будет зависеть не от количества директоров вашей организации, а от количества бриллиантовых директоров. И чтобы найти в своей организации бриллиантовых директоров, нужно самому стать для начала. Согласны? Поэтому задача, конечно, каждого партнера – квалификация бриллиантового директора. Но вы никогда не станете бриллиантом, если не пройдете путь до директора. Путь до директора пройти должен каждым. И это не только, это не только товарооборот 250-300 тысяч рублей, как я в вашей команде будут бизнес-партнеры. Потому что строить сеть только на дисконтных покупателей – это нестабильно, это ненадежно. Если здесь сейчас присутствуют ключевые партнеры, лидеры, вы знаете, что потребители, они сегодня есть, а завтра они намылись, завтра они пошли в другую сеть, потому что им дисконт больше, к примеру, дали, чем-то еще их подкупили. Бизнес-партнеры – это фундамент вашего бизнеса. Для меня директор – это 25-30 ключевых партнеров. Кто они такие ключевые партнеры? Все очень просто, они выполняют три правила. Всего три. Если, например, в Газпромбанке мне нужно было знать регламент, где функционал 500 обязанностей, то здесь задача каждому выполнять всего три ежедневно повторяемых действия. Обучение – это очень важно, с него все начинается. Когда я сюда пришла, я была профессионалом на наемной работе, главным специалистом. Я знала, я как рыба в воде, я знала кредитование, депозиты, карты и так далее. Вот здесь я пришла, я была нулем. Моя задача была обучаться. И задача каждого из вас – ежедневно обучаться, ежедневно посещать семинары, вебинары, читать книги. Обучение у нас абсолютно бесплатное, оно, как правило, в режиме онлайн. Такие офлайн-встречи, презентации мы проводим раз в неделю для новых кандидатов и для новичков нашей команды. Задача ваша, конечно же, обучаться, чтобы в дальнейшем обучать. То есть это очень важно понимать. Обучать своих партнеров ровно тому, чему вы научитесь сами. Второе. Вы как предприниматели должны организовать свой личный товарооборот на 6 тысяч рублей. Организовать. Прошу заметить. Есть разные способы организации личного товарооборота. Я рекомендую всегда начинать с себя. Давайте просто включим голову. Вы открыли магазин конфет. Вы где покупаете конфеты? У себя. Потому что себестоимость продукта у вас всегда ниже, нежели бы вы покупали магазин в ленте. Аксессуары, палантины, бижутерия, велнос-продукция для здорового питания. Я вам рекомендую попробовать наш продукт. Чтобы его знать, нужно его попробовать. Второе. Я рекомендую вам делиться с вашим окружением своим продуктом. Вы можете делиться вашей уникальной скидкой 20%. То есть люди поделятся на тех, кто будет бизнес развивать. Те, кто будут дисконтными покупателями, зарегистрируются, придут в вашу организацию. А будут и те, которые будут просто покупать через ваш интернет-магазин, как я говорю, по блату, со скидкой. Мама, сестра, подруга, соседка. Я же не буду им продавать. Я не хочу на них зарабатывать. Но я могу с ними поделиться своей скидочкой. Согласны? Помним всегда, вы пришли сюда создавать миллионные товарообороты. Доход 100 тысяч вам даст товарооборот в 1 миллион рублей. Чтобы зарабатывать сотку 100 тысяч рублей, вы должны как предприниматель организовать товарооборот в миллион рублей. Вот смотрите разницу. Организация личного и организация группового. То есть это маленькая лепта в общий котел, в общую организацию вашу, которую вы хотите построить. Причем показывая свой личный пример, свой уникальный опыт. Можно найти корпоративную организацию, можно найти сборщика заказов, можно поделиться каталогами. У нас есть этот профессиональный инструмент и найти тех людей, которые будут покупать у вас продукт. Задача просто организовать, включить голову и предпринимать действия ежедневно. И следующее очень важно для того, чтобы бизнес двигать, чтобы создавать команду. Задача приглашать. Приглашать. На бизнес и на дисконт. На бизнес и на дисконт. Задача создавать партнерско-потребительскую сеть. Конечно же не все будут бизнес-партнерами. Мы должны с вами сразу на берегу понимать. Но дисконтные покупатели, вспоминаем, это 70% от всей товарооборота вашей организации. То есть задача, конечно же, научиться работать как с первой, так и со второй категорией людей. Не только приглашать. Задача научиться приглашать и рассказывать. Ну я обычно вот здесь пишу приглашать и рассказывать. Думаю, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Рассказывать. Рассказывать про бизнес нашей компании. Рассказывать о продукте в нашей компании. Приглашать и рассказывать. Приглашать и рассказывать. Где мы приглашаем? Приглашаем мы преимущественно по теплому рынку, теплый рынок и холодный рынок. То есть задача, конечно же, научиться работать со своим списком знакомых и в дальнейшем, когда вы уже отработали свой список знакомых, пригласили, рассказали о возможностях нашей компании, вы начинаете немножечко добавлять уже соцсети, вы начинаете добавлять доски объявлений, вы уже начинаете работать более профессионально, вы уже профессионально можете проводить собеседование, потому что рассказываем мы, проводя собеседование, презентации бизнеса и диалоги, то есть мы очень много работаем в соцсетях, мы учимся переписываться, потому что кто-то приходит с наемной работы, в качестве дополнительного дохода берет Арифлейм, кто-то мамочки в декрете говорить не могут, могут переписываться, то есть это вот три основных способа подачи информации, и чтобы научиться работать профессионально, конечно, нужно обучаться. Невозможно завтра уже пригласить и профессионально рассказать презентацию бизнеса. Сначала приглашаете сюда на спонсора, на меня, на своих спонсоров, вы можете приглашать прямо через неделю сюда своих знакомых, закрыто и открыто, можно говорить о том, что вы приглашаете их в Арифлейм, а можете говорить о том, что вы приглашаете на идею, у вас есть к ним дело, да, у вас есть разговор, есть интересная возможность, можно информацию послушать, моя знакомая расскажет да, и пригласить сюда людей, я расскажу, вы послушайте первый, второй, третий раз, дальше вы будете делать уже это самостоятельно. Вот, но чтобы реально, знаете, наверное, глаза горели, глаза горели, ноги сами шли, а руки делали, нужно ответить себе на один простой вопрос. Зачем? Зачем вам это нужно? Вопрос очень важный, очень серьезный. Пока каждый из вас не ответит себе на этот вопрос, зачем, зачем, зачем вам и вам Арифлейм, что вы получите в результате партнерства с нашей компанией, делать, к сожалению, никто ничего не начинает. Вот только когда вы понимаете, зачем, вопроса, как организовать себя в обучении, в организации ЛТО, в организации приглашений не возникнет ни у кого, только после того, как вы ответите себе на этот вопрос. С него и начинается бизнес, да, когда вы найдете свои цели, когда вы пропишете список целей, это очень важный тренинг для своей головы, написать список целей, первая, вторая, третья, четвертая. Когда вы найдете ту, которая начнет давить, как говорит у нас Владимир Полежаев, когда в ту лет хочешь давить цель, дойдешь, вот здесь должно быть ровно так же, найти ту цель, которая будет давить. У меня три года назад, 6 сентября я пришла, 14 года, и объявила компания конференцию в Египет, меня очень она задавила, и плюс вторая цель, наверное, даже основная, основная первая, не выходить на наемную работу. Это была основная цель, которая меня ежедневно пробуждала, не давала мне заснуть. Я не хотела выходить на наемную работу, и несмотря на то, что это был Газпромбанк, это была главная должность, и доход для Алтайского края средний, неплохой, в 50 тысяч, меня он никак не возбуждал, я катастрофически не хотела, у меня прям была фобия, я не хотела выходить на наемную работу. Я первого ребенка не видела, как он рос, и я не хотела выходить на работу рано, чтобы видеть, как развивается мой второй сын, мой малыш. И вот буквально за полтора года доход вырос в два раза по сравнению с тем, который был у меня в декретном отпуске. И увольняясь с Газпромбанка, мой доход был в пять раз больше, чем работая в Газпромбанке. То есть я уже в Арифлэм зарабатывала уже в пять раз больше, когда уже нужно было выходить, ребенку было три года. То есть список ваших целей имеет цену, каждая цель имеет цену. И вот когда вы посчитаете, наконец-таки, вы поймете, сколько вам нужно зарабатывать. И посмотрите на маркетинг-план, на лестницу успеха, вы увидите ту планку на лестницу успеха, которая позволит реализовать все ваши цели. Золотой директор, сапфировый, бриллиантовый директор, старший бриллиантовый директор, исполнительный, дает четкую картину, вы будете понимать, сколько вы будете зарабатывать, если вы пригласите одного, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого человека и доведете их до результата. Все прозрачно. То есть вот список целей, список целей написать важно каждому из вас, это уже вам задание на дом. И, конечно, написать список знакомых. Список знакомых – это инструмент для реализации поставленных целей. Список знакомых – это инструмент. Напишите 100 человек, ни за кого не принимайте решения. Кто и кем будет, покажет только время. Три года назад многие не пошли за мной. Я их приглашала, у меня доход был там 5-10 тысяч рублей. У кого-то он был и знакомый в тот момент 30 тысяч рублей, 40. Они мне говорили, давай ты попробуешь, ты попробуешь, а мы потом присоединимся. Так вот сейчас через три года мой доход за 250 тысяч рублей, они мне говорят, надо было раньше начинать. Поэтому я вам скажу так, не все придут к вам с вашего списка знакомых. Кто-то присоединится сразу, будет партнерами, кто-то будет просто потребителями, а кто-то будет и через три года говорить о том, что надо было раньше начинать, а Reflame не работает. Потому что каждый имеет, у каждого свое место. Все профессии важны, все профессии нужны. Кто-то должен нас лечить, детей наших обучать, кормить нас, заниматься нашими прическами и так далее. Поэтому, друзья, не воспринимайте отказы, как что-то личное. Вы в любом случае, если вы будете перебирать ваших знакомых, вы найдете тех, которые скажут, классная идея, я готов написать свой список знакомых и приглашать уже, они уже начнут приглашать своих людей также к нам на презентацию бизнеса. А провести презентацию бизнеса мы найдем как онлайн, по телефону провести, можно короткую дать информацию, мы называем собеседование, но это короткая презентация бизнеса, буквально за 10 минут. Позвоним бесплатно в WhatsApp, Viber, Telegram, там могут быть люди с разных городов России, СНГ. Самое главное, просто вот настройтесь перебрать всех людей, которых вы знаете, которые знают вас. Для начала всего 100 человек напишите, а потом, я уверена, что вы напишите еще 100 и еще 100, а потом вы начнете уже по второму и третьему кругу приглашать ваших знакомых в бизнес. Кто-то начнет уже приходить сам, когда появится первый результат, первые путешествия, первое признание от компании. А я уверена, что он однозначно получится у всех, если вы поймете, зачем вам Арифлейм.